Сегодня многие женщины в нашем современном обществе делают карьеру. И мне просто хотелось бы знать, что вы думаете об этом? О том, что женщины посвящают себя карьере, являются финансово независимыми, а также следят за домом. Хорошо ли это? Видишь ли, будучи отдельной личностью, каждая женщина должна делать то, что она хочет. Это не должно превращаться в тенденцию в обществе или единственную правильную вещь в мире, потому что если женщина намерена иметь двух детей и воспитывать их, я думаю, что это работа на полный рабочий день. Я не говорю, что она не должна выходить и работать. Если она хочет, то как личность она свободно делает то, что пожелает. Но иметь двух детей — это не только продолжение рода. Вы производите следующее поколение людей. То, каким будет завтрашний мир, определяется тем, какие матери у нас есть сегодня. Поверьте мне. Так почему считается... Многие женщины подходят ко мне, и когда я спрашиваю, чем ты занимаешься? Отвечают, ой, я просто домохозяйка. Почему ты говоришь, что ты просто домохозяйка? Похоже, вы не понимаете всего значений этого. Иметь возможность вырастить две или три новые жизни — это не какая-то незначительная работа. Это очень важная работа. Знаете, моя мама никогда не говорила ничего такого. Она никогда не говорила мне, я люблю тебя, или ты любишь меня, или что-то в таком роде. Она просто жила, а мы... Нам никогда не приходило в голову думать о том, любит она нас или нет. Таких вопросов никогда не возникало, потому что вся ее жизнь была посвящена нам. Мы знаем, что она жила для нас. Она ни разу этого не сказала, но это было так, и я не могу представить ту часть моей жизни без нее. Она никогда не играла активной роли в том, кем я являюсь. Но если бы не та обстановка, та атмосфера, которую она создавала для меня, я бы определенно никогда не стал таким, какой я есть. Во мне могло быть много чего, но она подготовила почву для меня, никогда не вмешиваясь в то, кто я есть, что я есть. Просто атмосфера, которую она создавала, и те усилия, с которыми она ее создавала. Она отдавала свою жизнь, чтобы создать эту атмосферу. Прекрасно знаю, что в будущем это сыграет свою роль. И почему кто-то думает, что это неважная работа? Я считаю, что то, что она сделала для меня, — это самое важное в моей жизни. И один из самых важных аспектов — на раннем этапе моей жизни мне никогда не приходилось ни о чем беспокоиться. Она просто позаботилась о том, чтобы эта атмосфера присутствовала всегда. У меня не было никаких лишних мыслей, мне не приходилось заботиться о том, что происходит вокруг. Вот что дало мне возможность дни напролёт сидеть с закрытыми глазами. Иначе это было бы невозможно. Итак, карьера. Я хочу, чтобы вы поняли. Сегодня, так как мы свели весь мир к экономике, к сожалению, женщины становятся такими же глупыми, как и мужчины. Будто количество заработанных денег определит ценность вашей жизни. Нет. Это лишь приобретение необходимых вам вещей. Деньги как раз об этом. Мужчина добывал, тогда как женщина беспокоилась о более красивых аспектах жизни. Теперь женщины тоже хотят добывать. Если в семье есть такая экономическая потребность, тогда ладно. Но это не должно быть компульсивной нуждой. Но не должно быть устроено так, что это лучше, чем другая деятельность. Если она поёт, занимается музыкой, или просто любит своих детей, или великолепно готовит, или просто живёт словно прекрасный цветок. Этого достаточно. Не должно быть так, что только если она зарабатывает какие-то деньги, только в таком случае она делает что-то ценное, а иначе нет. Если есть экономическая потребность, она может это делать. Или если у неё есть страсть к этому, она может это делать. Но давайте не будем устанавливать такие ценности в мире, потому что это путь к регрессу, а не к развитию. Вы делаете выживание важнее эстетики жизни.